Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье, как предупредить серьёзные заболевания. Ведь жизнь даётся человеку один раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. За зимний период времени организм истощается за счёт того, что нет достаточного количества солнечного света. И чтобы выявить глоукому, на начальной стадии нам требуется периодически осматривать пациентов и контролировать в них уровень внутриглазного давления. Очень сложно почечному связочному аппарату сохранять. Он просто атрофируется от отсутствия нагрузки, после света падает уровень жизни и падает, скажем, просто способность конечности. Удивительно, но весной, когда становится теплее, а световой день удлиняется, многих из нас преследует плохое настроение. Многие называют это сезонной депрессией. Но так ли это на самом деле? И есть ли это и правда депрессия? Как сделать так, чтобы состояние не усугублялось? Многие люди с наступлением весны чувствуют себя хуже, чем зимой. Весенняя погода действительно весьма неустойчива. И хотя в марте уже ярко светит солнце, еще дуют сильные холодные ветры. Периодически идет снег, ночью ударяет морозец. Многие из нас реагируют на это эмоциональными колебаниями. Связано это с тем, в частности весной, что за зимний период времени организм истощается за счет того, что нет достаточного количества солнечного света, нет достаточного количества нужных микроэлементов, поступающих с пищей, минералов и так далее. То есть именно сезонных поступлений. И, кроме этого, связано это еще с ожиданием того, что вот-вот потеплеет, а оно все никак не теплеет. В частности, в наших широтах, в нашем регионе, месяц март хоть календарно и считается весенним месяцем, но, тем не менее, географически и климатически это продолжение зимы. Поэтому, несмотря на то, что световой день увеличивается, несмотря на то, что солнышко становится больше, температуры зачастую всегда остаются низкими в марте. И люди склонны реагировать за счет накопившегося истощения именно вот этими эмоциональными колебаниями. То есть в полном смысле слова назвать это депрессией, ну, наверное, не совсем правильно, потому что абсолютно здоровые люди этому тоже подвержены. То есть просто проявляются симптомы депрессии. Сниженное настроение, некоторая апатия, неспособность получать удовольствие от тех стимулов, которые раньше приносили удовольствие. Ну и такая легкая, скажем так, моторная заторможенность. Впрочем, плохое настроение, к счастью, еще не депрессия, а лишь проявление ее симптомов. И проходят они обычно самостоятельно, с наступлением настоящей весны, с устойчивым теплом и ласковым солнышком. Если человек, который подвержен подобным состояниям, в какой-то момент отмечает, что у него не получается выйти самостоятельно, то есть у него уже вроде бы все хорошо, все наладилось, и погода, и сезон настал летний и так далее, но у него продолжаются проблемы с настроением, здесь в обязательном порядке нужно обращаться к специалисту, потому что самостоятельно здесь уже справиться не получится. Бороться с весенней апатией нужно комплексно, начиная от повышения настроения и заканчивая правильным питанием. Нужно побольше гулять, находиться на свежем воздухе, правильно выстраивать свой режим работы, отдыха, сна и бодрствования, то есть спать достаточное количество часов, плюс не пренебрегать своими увлечениями, занятиями, которые приносят удовольствие, заниматься физкультурой, что ли так скажем, не спортом, а физкультурой, бег, плавание, кому что нравится. Ну, в части витаминов и биодобавок и адаптогенов все-таки без назначения специалиста я бы это делать не рекомендовал, но в части групп препаратов, да, специалисты, как правило, начиная с простого, назначают именно эти группы препаратов. Витамины, поливитамины, адаптогены, плюс выстраивают правильный режим питания. Старайтесь весной также избегать как низкокалорийных диет, так и тяжелых, жирных и сладких блюд. О нехватку углеводов исполняйте более полезными продуктами свежим хлебом, крупными, бобовыми и зерновыми кашами. И не ищите успокоения в крепком кофе или алкоголе. Вместо этого пейте чай – природный источник антиоксидантов. 6 марта все прогрессивное человечество отмечает Всемирный день борьбы с глоукомой. Глоукома – одна из главных причин слепоты и ухудшения зрения. Каждый пятый слепой утратил зрение в связи с этим заболеванием. Выход один – как можно раньше прийти к врачу-офтальмологу и пройти рекомендованное специалистом обследование. Какие исследования помогают выявить глоукому? Куда обратиться, если диагноз поставлен? И как правильно ее лечить? В основе глоукомы лежит нарушение оттока внутриглазной жидкости, которая омывает и питает структуры, лишенные кровеносных сосудов, стекловидное тело, хрусталик, роговую оболочку. При этом внутриглазное давление повышается постепенно за счет дистрофических изменений дренажной зоны глаза. Чем коварна болезнь? Тем, что она подкрадывается к пациенту незаметно. Пациент на начальных стадиях ничего не замечает, ничего не чувствует, жалоб у него никаких нет. И чтобы выявить глоукому, на начальной стадии нам требуется периодически осматривать пациентов и контролировать в них уровень внутриглазного давления. Глоукома может развиться в любом возрасте, однако чаще всего у тех, кто перешагнул 40-летний рубеж. С возрастом процент страдающих этой болезни увеличивается, а само ее течение утяжеляется сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом. Поэтому после 40 проверять внутриглазное давление необходимо ежегодно. Только врач-офтальмолог может поставить пациенту диагноз. Начинаем мы всегда с контроля внутриглазного давления. В дальнейшем существует в стандартах обследования на глоукому целый перечень обследований. Это осмотры глазного дна, это измерение толщины роговицы, контроль полей зрения, осмотры угла передней камеры. То есть все обследования входят в стандарты и обязательны у пациентов, у которых мы заподозрили наличие глоукомы. Терапию глоукомы обычно начинают с капель, снижающих внутриглазное давление. При правильно подобранном лечении и постоянном наблюдении у специалистов они могут существенно замедлить прогрессирование болезни. Глоукома – это не приговор. Это для пациентов только руководство к действию, что нужно вести определенный образ жизни, нужно обязательно исполнять назначение врача, и тогда у пациента возникает шанс сохранить свое зрение, сохранить свои зрительные функции и сохранить качество жизни на долгие-долгие годы. На базе горбольницы номер один открыто городское консультативно-офтальмологическое отделение, куда за специализированной помощью могут обратиться пациенты из Челябинска, пройти все необходимые исследования амбулаторно и бесплатно по направлению от офтальмолога по месту жительства. Также не забывайте о том, что измерение глазного давления входит и в стандарты обследования пациентов при диспансеризации, начиная с 39 лет. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью выявить коварную болезнь до появления необратимых последствий. Очень сложно к поличному связочному аппарату сохранять. Он просто атрофируется от отсутствия нагрузки, вследствие этого падает уровень жизни и падает, скажем, просто способность конечности. Проблема соблюдения поста – это проблема ограничений. И с позиции врачебных мероприятий это не лечебное питание, это состояние внутреннего выбора любого верующего человека. Еще недавно многие пациенты, страдающие артрозом тазобедренного сустава или получившие перелом шейки бедра, были лишены возможности передвигаться самостоятельно. Но внедрение новейших технологий позволило пациентам избежать этой участи и зажить прежней полноценной жизнью. Одной из таких технологий является эндопротезирование тазобедренного сустава, когда производят замену всего сустава на синтетический протез. А вот чтобы синтетический сустав так же хорошо работал, как и родной, важно не только провести операцию на классном уровне, но и пройти курс реабилитации. Восстановление здоровья пациента, который перенес операцию на суставах, начинается с первых часов после пробуждения от наркоза. Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного сустава – это комплекс упражнений, различных для каждого периода. Она может также зависеть от типа фиксации протеза, состояния возраста пациента, наличия у него сопутствующих заболеваний. Конкретная задача у нас в реабилитации – это увеличение мышечной массы и силы связочного аппарата, именно конечности как таковой, последствия увеличения нагрузки и постепенный отказ от дополнительных средств опоры, такие как костыли, трости и так далее. Но ситуации все равно бывают разные, и если пациент все-таки возрастной, бывает сложно отказаться от дополнительных средств опоры, но болевой синдром так или иначе все равно купируется, и впоследствии уровень жизни человека возрастает. Во время эндопротезирования происходит удаление связок и вживление искусственного заменителя, который удерживает на месте мышцы. Чтобы они хорошо выполняли данную функцию, мышечную ткань нужно тщательно тренировать. Очень сложно, скажем так, конечностям мышечному связочному аппарату сохранять. Он просто атрофируется от отсутствия нагрузки, вследствие этого падает уровень жизни и падает, скажем так, просто способность конечности. Поэтому для того, чтобы сустав был стабилен, чтобы не было никаких последствующих проблем, таких как вывихов эндопротезов и так далее, для этого нужно увеличивать силу мышечного компонента. Для света возникает лечение, реабилитация. Это направлено. Любая реабилитация – это комплекс мероприятий. Занятия лечебной физкультуры, процедуры электромиостимуляции, лазеры лечения, массажа, бальнеотерапии, грязелечения направлены на повышение мышечного тонуса и укрепление связок. Физиопроцедуры в основном – это оккупирование болевого синдрома и оккупирование, скажем, отечности, которое возникает в посттравматическом периоде, либо непосредственно, скажем, эти остеоартрозы и все прилегающие заболевания, которые возникают после травмы либо просто дегенеративные. Конечно, реабилитация после замены сустава достаточно длительный и трудоемкий процесс, который потребует силы терпения. Но если все делать правильно, уже к концу десятой недели возвращается трудоспособность и можно жить дальше без ощущения дискомфорта. Великий пост – один из самых строгих в году. Напомню, что для православных это путь к светлому празднику Пасхи, который человек верующий должен пройти, держа себя в строгости. Великий пост не рекомендуется употреблять пищу животного происхождения – это мясо, яйца, молоко. Но не стоит забывать о том, что пост – это все-таки не просто диета и не ограничение потребностей организма, а прежде всего очищение души. В первую очередь пост – это духовно-аскетическая практика. Но часто бывает, что люди начинают соблюдать пост, надеясь похудеть. То проблема соблюдения поста – это проблема ограничений. И с позиции врачебных мероприятий это не лечебное питание, это состояние внутреннего выбора любого верующего человека. Поэтому традиционно пост рассматривается не как диетологическое питание, а как период ограничений и соблюдения всех рекомендаций, которые дает церковь. Ограничение питания сопровождается ограничением животного белка и также ограничением животных жиров. То есть, в принципе, человек находится на растительной пище, и постность этой пищи определяется употреблением растительных жиров, которые имеют определенные дни и возможности послабления. В целом длительное отсутствие белка в рационе питания у людей, у которых есть заболевания, либо у подростков, у детей, беременных женщин, либо у больных людей может сопровождаться серьезными нарушениями здоровья. Поэтому традиционно церковь делает послабление или разрешает таким категориям людей не соблюдать пост, а делать какие-то послабления. То есть, они могут соблюдать рекомендации по посещению службы церкви и так далее, но ограничения в рационе питания у них не вводятся. Обычно в пост на первый план выходят макароны, каша, картофель. То есть, простые углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови. Организм вырабатывает инсулин и происходит резкий спад уровня сахара. Как результат – яркое сильное чувство голода. Этот эффект дают также сухофрукты, белый хлеб, шлифованный рис, даже свежевыжатые соки. Поэтому врачи во время поста советуют другие напитки. Это может быть чистая питьевая вода, это могут быть какие-то напитки, которые содержат аскорбиновую кислоту, там, допустим, отвар шиповника или клюквенный морс, или могут быть какие-то соки, разбавленные пополам с питьевой водой. А также чай, зеленый чай, черный чай, на цветках липовых, пожалуйста, ромашковый чай, ну, и также кофе, содержащий напитки. Также важно правильно употреблять соленье. Нормой считаются 1-2 огурчика за день. Если съесть полбанки за ужином, это чревато задержкой жидкости в тканях отеками. Орехи и сухофрукты, которые также можно употреблять в пищу, очень калорийны. Дневная норма – 15-20 граммов орехов в день. И только 30 грамм сухофруктов – это, например, 3-4 чернослива. Блюда, которые относятся к растительной пище, очень важны по колоражу, по технологической обработке. Чем более твердое блюдо, хуже разваренное, тем менее оно калорийное. Наоборот, чем более измельченное, пудингообразное, слизистой консистенции, готово к усвоению, тем считается оно более крахмалистое, более калорийное и быстрее может способствовать набору массы тела. Стоит предупредить, что пост усиливает все хронические заболевания. Особенно аккуратными следует быть женщинам. Если у вас были проблемы с гормональным фоном, наблюдался дисбаланс, немия, например, то пост может усилить эти проблемы. Поэтому соблюдать его нужно аккуратно и консультироваться с врачом. Важно, чтобы он был сбалансированным, то есть, скажем, он не только сидел на одних кашах, а где-то употреблял овощи, где-то фрукты, где-то те же напитки, которые содержат аскорбиновую кислоту, тогда это не принесет никакого ущерба. А если это резко редуцированный, урезанный рацион, который иногда люди не понимают, как только нахождение на гречневой каше или на крупе и более никаких рекомендаций, то, конечно, это будет значимый урон для здоровья. Поэтому, конечно, первая задача любого человека, который выбирает ту или иную диету, либо соблюдение, как ему кажущегося, условия здоровья в питании, это внутренние интуиции, внутренние ощущения. Если выбранный стиль питания сопровождается дискомфортом в желудочно-кишечном тракте, если он приводит к ощущениям силы, истощения организма и не дает радости, то, значит, это не ваш рацион. Поэтому, ну, следует как-то пересмотреть взгляды, либо, опять же, проконсультироваться со специалистом для более такого тщательного подбора. И, начав пост, не забудьте выбрать витаминный комплекс. Весной легко простудиться, а из-за нехватки животной пищи противостоять вирусам сложнее. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Когда это наружное облучение, то это фотоны, которые исходят от источника излучения. Аппараты у нас двух типов. Боль в спине – одна из самых распространенных жалоб пациентов. Причин боли много, но важно поставить точный диагноз, пройти лечение и вернуть свободу движения. Какие инновационные методы лечения позвоночника и суставов есть в арсенале челябинских врачей? И можно ли гарантировать положительный результат лечения? Что такое медицинский центр «Доктор Ост» сегодня? Это комплексный подход и уникальные методики безоперационного лечения, а также развитая сеть сотрудничества с зарубежными и российскими институтами. Это партнерство с Российским научным центром реабилитации и курортологии Минздрава России. Это филиалы в семи городах и планы по открытию еще в 20 крупных городах России и Казахстана. Но главное – это более 25 тысяч людей, избавившихся от боли. Здесь лечат болезни позвоночника и суставов. Неврологические заболевания проводят реабилитацию после инфарктов, инсультов и травм. Бережно, безопасно и эффективно лечить заболевания позвоночника стало возможно благодаря аппарату DRX. Высокотехнологичный робот позволяет врачу индивидуально задать программу лечения. Точно рассчитанный вектор вытяжения создает вакуум и втягивает поврежденный диск. Давление на корешок уменьшается, боль уходит и исчезает отек. Результаты ощутимы уже после первого сеанса. Аппарат Extent Rack Elite. Уникальный робот, помогающий там, где другие методы бессильны. Безопасная альтернатива хирургическому вмешательству и протезированию. Искусственный интеллект точно определяет проблемный сегмент и локально работает с ним, не затрагивая здоровые позвонки. Система 3D-вытяжения возвращает в норму объем межпозвонкового диска, бережно раздвигая смещенные позвонки. Аппарат ударно-волновой терапии посылает в поврежденные ткани и низкочастотные звуковые волны. В результате восстанавливаются функции мышц, связок и сухожилий. Ускоряется обмен веществ в пораженных частях. Уходят отек и воспаление. Высокоинтенсивный лазер HILT проникает глубоко к месту поражения и быстро снимает болевой синдром в мышцах. Происходит стимуляция регенерации поврежденных тканей и можно обойтись без лекарств с их побочными эффектами. Помогает и при других патологиях суставов и позвоночника. Является частью комплексной терапии. Запустить регенерацию позвоночника и суставов помогут инновационные методы. Плазмолифтинг и PRP-терапия. Для лечения используется обогащенная тромбоцитами плазма пациента. Ее вводят в пораженную область и организм сам восстанавливает поврежденные ткани. В центрах «Доктор Ост» создано отделение постинсультной реабилитации. Здесь штат опытных специалистов возвращает пациентов к полноценной жизни даже в сложных случаях. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты «Доктор Ост» с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Радиотерапия Половина пациентов с онкозаболеваниями проходит в процессе лечения радиологическое облучение. Но несмотря на столь страшное название, радиотерапия – безопасный способ, а его преимущества неоспоримы. О том, какие методики используют в Челябинском онкологическом диспансере и почему облучение все чаще рассматривают как альтернативу операции. Радиотерапия Радиотерапия можно использовать для лечения любых видов злокачественных новообразований, где бы и насколько глубоко они не возникали. При этом облучение может использоваться как самостоятельный вариант терапии, так и в сочетании с другими методами. И это его бесспорные преимущества. Что такое вообще лучевое лечение? Это воздействие на опухоль с помощью реализирующего излучения. Когда это наружное облучение, то это фотоны, которые исходят от источника излучения. Аппараты у нас двух типов. Источник излучения либо Кобаль-60 на гамма-аппаратах, либо это высокоэнергетичные фотоны линейного ускорителя. Цель лечения заключается в том, чтобы вызвать разрушение опухоли. Такое лечение проводится длительно. Включает несколько сеансов облучения. От пяти сеансов до десяти, пятнадцати. Каждый пациент получает индивидуальное лечение в зависимости от того, какая у него опухоль, каких она размеров. Лечение проводится иногда с перерывом. В процессе лечения, конечно же, пациенты получают необходимую терапевтическую поддержку. Для того, чтобы реакции, которые возникают, они перенесли как можно легче. Радиология – терапия местная. Это значит, что она работает только с тем или иным органом или определенным участком тела. Этим она отличается, например, от химиотерапии. Максимально точно рассчитать дозу облучения и необходимое количество сеансов помогают компьютерные программы. Лучевая терапия включает разные варианты облучения. Возможно, облучение дистанционное, наружное. Связано оно с внешним воздействием на пациента, на опухоль. Эта процедура совершенно безболезненная. Она выполняется на гамма-аппаратах, на линейном ускорителе. Для повышения точности облучения применяются современные методы визуализации. Компьютерная томография, рентгенография, позитронно-эмиссионная томография. У нас есть и контактные методы облучения. В этом случае источник излучения вводится прямо в организм и доставляется к опухоли, располагается на ее поверхности или вводится прямо в саму опухоль. Это линейный ускоритель электросинерджи, в котором проводится облучение фотонами и электронами. Облучение высокоточное, комфортное, иными словами. В 3D-проекции можно обрисовать опухоль, подвести к ней пучки и спланировать оптимальное распределение изодозы с ощущением окружающих фактических органов и структур. В данный момент мы проводим облучение опухоли головы и шеи головного мозга, для чего у нас изготавливаются индивидуальные маски из термопластического материала под каждого пациента. Аппарат для стереотоксической радиохирургии «Кибернож» позволяет подводить прицельно к опухоли высокие хирургические дозы излучения. При этом доза на здоровые окружающие ткани остается минимальной. Непосредственно во время процедуры облучения происходит слежение за положением пациента, за положением опухоли, и при необходимости коррекция для обеспечения той самой хирургической точности. Радиотерапия позволяет сохранить строение органов и его функциональность. Этот метод улучшает качество жизни. А кроме того, обеспечивает уменьшение выраженного болевого синдрома. Облучение не опасно для окружающих. Облучение не представляет опасность для пациента, когда он вышел с аппарата, когда он покинул отделение. То есть он не излучает ничего. Сегодня растет количество онкозаболеваний, а значит, растет и потребность в лучевом лечении. Каждый год в отделении радиологического лечения проходит более тысячи пациентов с опухолями различных локализаций. На сегодня это все. Пишите нам письма, задавайте вопросы, темы, которые вас интересуют. Берегите себя. И помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от нас, самих. Не переключайте. Оставайтесь на ОТВ. Телефон для рекламодателей 263-1102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова